Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другими интересными событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, прогнозируется дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 4 метров в секунду. Выставка «Больше чем игрушка» продолжает работу в картинной галерее Гавриила Ващенко. Она знакомит гомельчан с игрушками и куклами разных эпох и народов. Частью экспозиции стали более 200 кукол коллекционера-любителя Анны Страховой. У каждого экспоната своя история и своя судьба. Долгожителем коллекции стала кукла Соня. Ей почти 130 лет. А вот история еще одной куклы – Мэри. В начале 20 века она жила в детской комнате в особняке под Мюнхеном и была верной подругой двух поколений одной семьи. Но дети выросли и куклу выставили на продажу. Тогда-то она и обрела новую жизнь в составе коллекции, познакомиться с которой можно будет в картинной галерее Гавриила Ващенко. Свадебная фотография сочетает в себе сразу два стиля – постановочный, портретный и репортажный. Этим и интересен жанр. Жемчужиной фотосессии всегда становятся портреты невесты. Фотограф раскрывает ее внутренний мир, чувственность, женственность и красоту. Увидеть подобные работы могут посетители Музея истории печати и фотографии Гомельщины. Там открыта выставка работ Александра Веснина «Невеста из Гомеля. Портреты». На ней можно познакомиться с портретами невест из нашего города, сделанными в период с 2005 по 2013 годы. В Гомеле открылась выставка живописи, графики и поэзии на полхолста автор Татьяна Гершгорина. Гости картины галереи Гавриила Ващенко увидят живописные графические работы гомельской художницы. В них заключены иллюзия и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман и сюрреалистический взгляд на вселенную. Все работы сопровождаются поэтическими строками и сборников, написанных автором за минувшие несколько лет. Ансамбль «Полесская зорочка» создал оригинальный социальный проект на тему ценности семьи. В представлении «Семья – это жизнь моя» примут участие дети, молодежь, руководители организации учебных заведений Мозыря. В рамках проекта используются документальные фото и видеоматериалы из жизни реальных семей. Цель проекта – показать истинные ценности семьи, необходимость заботы родителей и детей друг о друге. Благотворительное музыкально-театрализованное представление пройдет 18 марта в городском Дворце культуры Мозыря. Начало в 15.00. 19 марта во Дворце Румянцев и Паскевича откроется выставка под названием «Весна начинается сегодня». Гомельский живописец Олег Курашов творит в жанре натюрморт с цветами, встретится с весной. Искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие полотна автора, где главные герои – цветы. 19 марта гомельские городские оркестры представят новый проект. Концерт «Симфо-сакс» пройдет в Колледже искусств имени Соколовского. Он будет сочетать в себе самые разные стилевые направления от классики до джаза. Солист премьерного концерта – музыкант, играющий на всех разновидностях саксофона. Виталий Емутеев. Много лет он входил в состав лучшего отечественного джазового коллектива «Эппл Ти». Так что не пропустите. 24 марта драматический театр в Гомеле проведет чаепитие в Вишневом саду. Мероприятие состоится в преддверии Международного дня театра. На втором этаже зрительской части театра пройдет эскизный показ некоторых сцен премьерного Вишневого сада Антона Чехова. На встрече желающие получат ответы на вопросы не только о предстоящей премьере, но и о планах театра. Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» пройдут 11 и 12 апреля. Жанр постановки обозначен как история одной семьи в четырех картинах. Зрителя ждут необыкновенные костюмы, красивые декорации и трогательная музыка. Не пропустите. Артисты Гомельской областной филармонии приглашают на весенний музыкальный вечер вдохновения. 26 марта гомельчане смогут проникнуться атмосферой весенней лирики, насладиться живым звуком и теплым общением. В концерте примут участие народная артистка Беларуси Галина Павлинок и дуэт «Акцент». В программе собраны музыкальные произведения самых разных жанров. А обогатит картину вечера игра на разных музыкальных инструментах – саксофоне, армянском дудуке и синтезаторе. Так что не упустите возможность настроиться на позитивную весеннюю музыкальную волну. Место встречи – Дворец культуры железнодорожников. Праздник робототехники и инноваций ждет гомельчан. 28 марта участников турнира «Робоквест» объединит Гомельский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике. Здесь можно будет создать своего первого робота, окунуться в мир виртуальной реальности и даже овладеть силой мысли. В программе работа интерактивных площадок, выставки и стенды, а также соревнования в разных дисциплинах. Первые 500 посетителей турнира получат подарок. Турнир будет проходить с 10.00 до 15.00 по адресу улица Юбилейная, 52, вход свободный. Дворец культуры В областном центре принимаются заявки на городской конкурс «Отцы молодцы-2020». Отдельного внимания и настоящего праздника заслуживают наши заботливые папы. Свою благодарность, тепло и любовь можно выразить им 15 мая. В этот день Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей проведет конкурс уже в третий раз. Для участия в конкурсе приглашаются папы, воспитывающие трех и более детей. Заявки принимаются до 10 апреля. К следующим новостям. До 18 мая в Гомельской области введен запрет на лов рыбы. Мера принята раньше времени в связи с аномальной теплой погодой и ранним нерестом. Во время нерестого запрета ограничено любительское рыболовство. Рыбачить можно только одной удочкой или одним спиннингом в светлое время суток без захода в воду. Нарушение условий влечет наложение штрафа, так что будьте внимательны. Тело человека передача о вопросах здоровья. Как говорит статистика, большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена передача «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Рабочая неделя только началась. Пусть она пройдет легко и спокойно. Желаю удачи и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин